Казахстан В кастинге, который прошел в Астане, участвовали более 400 артистов. После того, как отбор закончится, с артистами будут работать хореографы, преподаватели по вокалу. Участников прошедших кастинг ожидает контракт на полгода и зарубежный гастроль. Премьера мюзикла «Нотр-Дам де Пари» состоялась в Париже 16 сентября 1998 года. Спектакль попал в Книгу рекордов Гиннеса, как имеющий самый большой успех в первый год постановки. Мюзикл был переведен на 9 языков, казахский станет 10-м. Продюсеры и композиторы мюзикла сами приехали в Казахстан для того, чтобы провести кастинг. Задачи и требования к артистам у них очень высокие. Нужно обладать хорошими вокальными данными, фактурой подходящей и, конечно, владеть актерским мастерством. Нужно понять образ. Для любого артиста принять участие в таком масштабном проекте – это мечта. Премьера мюзикла состоится в столице в ноябре. Казахстанские зрители услышат знаменитые хиты «Бэль», «Донс мон эсмигальда», «Ле тон де катеталь». Кроме того, зрителей ждут номера с современной хореографией, грандиозной музыкой Рикардо Качанте, а также сложными художественно-техническими решениями постановщиков. Туркестанский областной театр оперы и балета открыл одиннадцатый сезон постановкой «Кызжибет». В этот раз произведение Брусиловского имеет иной финал. История заканчивается не трагедией, а пышной свадьбой «Кызжибет». Роль красивой и мудрой красавицы исполнила актриса театра Айгуль Азатова. Я не могу сказать, что роль была сложной. В постановке куплета в широким диапазонам очень мало. Главное, надо хорошо исполнить народные песни. Также я могу сказать, что мы с моей героиней очень похожи. К примеру, перед тем, как принимать решение, как и она, я прислушиваюсь к мнению окружающих. На подмостках Туркестанской области впервые спектакль был представлен в 2010 году. Но эта постановка сильно отличается от тех, которые исполнялись ранее в других театрах страны. В театр мы сильно торопились, потому что очень скучали. Нужно отметить мастерское исполнение Ураскуль Даулетовой, Хайрада Кулуншакова и новых молодых актёров. Так театр пополнил репертуар пятнадцатым произведением. В дальнейшем коллектив собирается радовать своих зрителей мировой классикой. Но и это далеко не самое главное событие в театре. В грядущем сезоне к нам присоединятся новые специалисты. К примеру, коллектив хора пополнился пятью артистами, балетная группа увеличится на шесть человек. И в другие трупы пришли молодые артисты, только что закончившие вуз. К слову, сегодня в театре работает 217 человек, 147 из которых входят в творческую группу. В Алматы стартовал девятый ежегодный международный фестиваль современного искусства ArtBatFest. Традиционные инсталляции появились на самых необычных локациях города. В программе события всегда находится место перформансам и оригинальным арт-мероприятиям. Одним из таковых стала выставка под названием «Микромиры». Здесь каждый из нас интерпретирует свой микрорайон по выбору, делает свою рефлексию над существующей действительностью. И представленные работы, например, селфи от Марины, она рассказывает о том, какие есть неприглядные места, которые чаще всего не попадают на камеру. В 2018 году темой ArtBatFest стал «Waterstream» – водный поток, вода как источник жизни, источник угрозы, основа развития города. Экспонаты этой выставки показывают отношения творческих горожан к разным районам Алматы. Илья сделал очень интересную работу. На входе лежит матрас, он живет в микрорайоне, вот здесь недалеко, в 10-м. И его посыл говорит о том, что ты не хозяин своего личного пространства, потому что в микрорайоне там очень много живет людей. И каждый как бы ненароком все время сходит по твоему белью. И это как бы его протест против того, что у него нет как бы личного пространства в коллективном жилье. Работа самой Алтына Еманбековой – это призыв к совместному творчеству, общению, полезному и интересному времяпрепровождению. Сам проект «Архитектор» в течение нескольких дней создавала совместно с соседями в микрорайоне Мамыр.